привет это канал айти юзер help в этом видео я хочу рассказать о том как добавить папку либо файл в исключение защитника windows и делать мы это будем операционной системе windows 7 так как у меня есть видео на канале как это сделать в windows 10 я подумал о том что имея некоторые отличия есть смысл сделать то же самое в windows 7 для тех пользователей кто пользуется все еще популярная операционная система windows 7 и так предположим у нас есть какая-нибудь папка в ней какой-нибудь файл и нам нужно добавить эту папку в исключение чтобы защитник windows не сканировал ее на вируса и другой вредоносная по если у вас сторонний антивирус то вы соответственно это делать и в нем если вы все же еще пользуетесь вполне нормальным антивирусом защитник windows если вы его постоянно обновляете то будем сейчас добавлять в исключение папку опять-таки хочу предупредить что не стоит все потратить добавлять в исключение так как происходит то что антивирус не сканируют эту папку либо файл на предмет вредности и на наличие вирусов то есть такое можно делать добавлять в исключение только если вы точно уверены что этот файл не содержит никаких угроз для вашей операционной системой и для ваших личных данных ну а теперь не теряя времени давайте приступим первое что нам нужно сделать это перейти в панель управления если у вас нет я рука панели управления то нажимаете пуск справа будет панель управления либо в поиске вводите панель управления заходим панель управления далее здесь просмотр выбираем мелкие значки выбрали и ищем защитник windows находим левая кнопка мыши заходим у нас появляется такое окно защитника windows где мы можем проверить наличие обновлений запустить включить проверку я в предыдущем видео в котором рассказывал о том что требуется делать на компьютере периодически то есть и действия которые периодически требуется делать раз в месяц примерно я говорил о том что периодически следует запускать полную проверку вашего антивируса будто защитник windows либо какой нибудь стороны антивирус периодически раз в месяц нужно запускать полную проверку глубокая она у вас может называться либо полная проверка там есть еще в этом видео 5 других пунктов которые требуются чтобы нормально windows работала периодически делать посмотрите на канале винди видео называется 5 или 6 не помню точно уже 5 или 6 вещей которые требуется делать периодически сейчас скажу точно 5 действий которые нужно делать каждый месяц windows найдите такое видео на канале там есть помимо это но это мы отступили далее нам нужно зайти в настройки здесь нажимать шестеренку программы далее выбираем параметры левой кнопкой мыши и здесь нам нужно выбрать исключить файлы и папки нажали выбрали этот пункт далее нажимаем добавить так давайте сейчас эту папку переместим чтоб путь был короче на диск d то в принципе без разницы в каком месте будут находиться наша папка который мы собираемся исключить просто здесь будет путь короче будет легче показать нажимаем добавить и выбираем нашу папку которую мы хотим исключить вот она наша папка 001 мы можем либо отдельный файл в этой папке выбрать либо всю папку выбрали нажимаем ok все эта папка у нас добавилось сюда то есть все что находится в этой папке не будет проверяется защитником windows далее нам нужно сохранить для этого вы естественно быть под администратора зайти все нажали сохранить далее можем выходить для точности можно перезагрузить компьютер и после этого защитник windows не будет сканировать эту папку помимо этого если у вас стоит еще другой антивирус соответственно то же самое надо сделать и в нем если у вас сторонний антивирус и еще раз хочу напомнить что не стоит все подряд добавлять в исключение только то же в чем вы точно уверены и если потом вам это перестанет нужно то обязательно исключить эту папку возьмите эту папку нажимаете удалить то есть когда вам не потребуется больше чтобы windows не сканировал ту папку нажмите удалить папка сама не удалится она физически будет на вашем компьютере вы просто удалите ее вот она папка не удалилась то есть вы просто удалить ее из исключений тогда когда это вам не потребуется больше нажимайте сохранить еще раз на этом у меня все если видео было полезным обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте комментарий и уж совсем круто будет если нажимаете колокольчик который находится справа от кнопки подписаться на этом все всем пока